мир всем слушающим меня чудеса в нашей жизни мне хочется оставаться за кадром чтобы никто не отвлекался на на то кто говорит как говорит а все внимание было направлено на то что говорится думаю это важнее чудеса в нашей жизни бог создал этот мир и вложил в него если так можно выразиться естественный порядок вещей он творец как хочет и и когда хочет вмешивается в этот естественный порядок и происходят сверхъестественные вещи с нашей точки зрения человека которые мы люди называем чудом это с нашей человеческой точки зрения нарушается естественный порядок и мы называем это чудом для бога уже для бога же это деяние его рук он делает и на небе и на земле все что хочет естественный порядок и сверхъестественные проявления каждый может взять библию и от 1 и до последней странице избрать и прочитать о всех чудесах которые там описаны если так без предубеждений без фанатизма и крайностей каким выводом мы можем прийти чудеса это правило или чудеса это исключение из правил в нашей жизни чудеса это правило или чудеса исключение из правил если чудо как правило то она она уже не чудо уж а уже естественный порядок вещей можно ли прийти к иному выводу бог создал этот мир и вложил в него естественный порядок вещей в первую очередь творец использует жизни людей естественный порядок это правило я не хочу сказать что чудеса не должны происходить нашей жизни ни в коем случае хочу только донести что не нужно сдвигать пропорции и переворачивать приоритеты по жизни или как молодежь сегодня говорит по ходу естественное это нормальный порядок нашей жизни сверхъестественные проявления исключения из правил иначе чудо перестает быть чудом и становится естественным порядком вещей это все не звучит как то за умно просто давайте не линит и не лениться размышлять есть естественный порядок вещей в котором мы постоянно живем а если естественные проявления чудеса что время от времени могут происходить в нашей жизни когда бог захочет как он захочет и сколько он захочет чудеса в нашей жизни как нам к ним относиться хочется сказать что все сверхъесте все сверхъестественные проявления они бывают из двух источников от бога творца и от его врага дьявола дьявол он старается подделывать то что делает бог и может приходить к людям в виде ангела света есть открытая форма зла когда злые духи идут открыто ним от не маскируются а есть зло скрытое когда деяния нечистых духов приходят в виде деяний духа святого будем внимательны и честны перед самими же собой чтобы не угодить за поднял сверхъестественные не правило нашей жизни чудеса от бога как нам к ним относиться так чтобы без крайностей одна крайность недоверие богу ну а прямо противоположная крайность искушать бога совершая великие чудеса господь иисус христос придерживался принципа естественного порядка вещей жизни каждый может об этом прочитать когда в пустыне дьявол искушал спасителя от нашей правильной позиции в этом вопросе многое будет зависеть давайте будем честны перед самими собой и читать писание так как нам не выгодно давайте будем верны в малом чтобы быть готовыми готовыми принять от бога нечто большее и не упасть под грузом такой ответственности полезным будет разобраться какая цель божьих чудес вообще для чего бог совершает чудеса у всех нас есть библии и разум наших головах мы можем отбросить весь весь догматический пафос и сами внимательно углубляться все от начала до конца перечитать относительно божьих чудес и понять основное для чего бог это делает я например так сделал и пришел к определенным выводам а поскольку старался это делать так как это мнение выгодно то думаю могу и поделиться с вами цитировать сыпать цитатами из библии не буду у каждого из писания для чего бог делает чудеса чудо не есть двигателем веры то есть чудеса сверхъестественные проявления не для того чтобы жить в вере не для того чтобы двигать нашу веру чудеса они для того чтобы привести людей к вере даже иные языки написано это знамение для неверующих поверьте это не камень чей-то огород чудеса для того чтобы привести человека к вере чудеса для того чтобы утвердить человека в вере для того чтобы поддержать его вере когда тяжелый какой-то период в жизни чудеса для того чтобы бог прославился не себя показывать а чтобы бог прославился вот для чего чудеса делает бог давайте читать без предубеждения писания и в нашей жизни не произойдет того что случилось православие когда взяли одно единственное место из писания это когда шла похоронная процессия и враг набежал и этого умершего человека бросили быстренько в пещеру где был елисей похоронен и он коснулся костей или есть этот умерший умерший человек он брал было прикосновение к костям елисея и он и он ожил и и вот православие взяли это единственное место из писания причем это повествовательный текст а не утверждение бога и что сделали поклонение мощам мы можем говорить фу какая мерзость но у нас могут быть в жизни свои мерзости перекосы которые которых можем и не замечать за собою бог не делает ничего по шаблону а мы создаем себе накатанную колею и уже не видим реалии вокруг нас бог может исцелять без всяких лекарственных средств а может сказать приложите пласт смок ездра выходит из вавилона и не берет для охраны никаких воинов а апостол павел напрямую пользуется защитой римских легионеров апостол павел совершивший столько чудесных исцелений и вдруг пишет я оставил трофима больного милите если не ошибаюсь так и так дальше и так дальше каждый из нас имеет писание например когда у нашего домочадца внезапно ухудшилось здоровье до критического состояния наши действия бросаемся к телефону или ждем когда бог исцелит наши действия мы бросаемся к телефону вызвать скорую или мы ждем когда бог исцелит и то и другое правильно можно и к телефону броситься и вызвать скорую а можно увидеть исцеление без вмешательства медицины от чего это будет зависеть это будет зависеть от того что произошло внутри нас до того пришла ситуация и прежде чем рвануться к телефону мы внутри подобно нееме вот как он внутри взывал к богу когда стоял перед царем вот так же мы внутри господи что делать вот вот ключевой момент вот этого искреннего внутреннего движения и зависит услышать бога и его волю на данный конкретный случай и получив откровение и свидетельство мы действуем или скорую вызываем или четко уверенность что вот сейчас будет исцеление ну тут уже конечно если бог редкий гость в наших мыслях в нашей жизни попробуй пойми что делать когда внезапно ситуация свалилась на голову ну а еще важно не перепутать свои мысли с божьим откровением мы наслушались начитались накачались и всего это действует на нас история израиля примеры для всех нас каждый день видеть видимое присутствие бога и днем и ночью вдумаемся мы вот так привыкли и мы читаем свои привычки и уже не видим ярко очевидных вещей вдумаемся днем сверхъестественным способом стоит облачный столб в пустыне в жару ночью столб из огня чудеса происходят чуть ли не каждый день до моря развершиеся о чем только говорит а какие сердца людей бог говорит доколе злому обществу всему роптать на меня при всех чудесах которые они видели мы можем судить себя в том в том что мы вот такие плохие но мы можем даже не не догадываться и не подозревать насколько мы плохи когда изобилие начинаем надмиваться когда трудно ропщим если не явно то внутри чудеса не гарантия изменения наших сердец Евангелие от Иоанна 5 глава после всего был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальна называемая по-еврейски вифезда при которой было пять крытых ходов в них лежало великое множество больных слепых хромых иссохших ожидающих движения воды ибо ангел господин по временам сходил в купальню и возмущал воду и кто первый входил в нее по возмущении воды тот выздоравливал какой бы ни был одержим болезнь тут был человек находившийся в болезни тридцать восемь лет Иисус увидев его лежащего и узнав что он лежит уже долгое время говорит ему хочешь ли быть здоров больной отвечал ему так господи но не имея человека который упустил бы меня в купальню когда возмутится вода когда же я прихожу другой уже сходит прежде меня Иисус говорит ему встань возьми постель твою и ходи и он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел было же это в день субботний посему идеи говорили исцеленному сегодня суббота что должно тебя брать постели он отвечал им кто меня исцелил тот мне сказал возьми постель твою и ходи его спросили кто тот человек который сказал тебе возьми постель твою и ходи исцеленный же не знал кто он ибо Иисус скрылся в народе бывшем на том месте потом Иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось с тобою чего хуже 38 лет в болезни лежать сколько же это времени чтобы поразмыслить над собой на своей жизнью казалось бы неуместный вопрос задал Иисус этому больному человеку я долгое время читаю это местописание у меня это очень озадачивало зачем Иисус этому больному человеку задал такой вопрос вот зачем больного спрашивать хочет ли он быть здоров кто не хочет быть здоров человек всегда вот так хочет как бы как бы вот так чтобы и делать что хочу и чтобы в жизни все было гладко и чтобы и грешить и чтобы здоровым быть почему люди время от времени притормаживают свои жизни чтобы отойти чтобы поправиться не шутка когда уже смертельно в глаза начинаю смотреть и тогда человек притормаживает он поправить поправляется только для того чтобы и дальше рвануться так вперед как он шел и и и вот такая у человека дилемма и ну как бы вот это так выкроить как бы это так скомбинировать чтобы делать что хочу и чтобы не болеть и чтобы в жизни все было гладко хочешь ли быть здоровым кто не хочет быть здоровым но Христос задал вопрос этому человеку а потом ему сказал смотри не греши больше чтобы с тобой не случилось чего хуже Иисус Христос никогда ничего не делал просто так в его словах глубокий смысл наше сердце наш внутренний мир это такое беспрерывное движение как котел в котором все бурлит движется разобраться в себе достичь дна этого котла чудеса в нашей жизни давайте будем откровенны мы хотим чудо не для Бога а для себя любимого вот и все до сих пор 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 до сих пор